привет друзья сегодня мы приготовим быстрый вкусный сытный фасолевый супчик а знаете в чем секрет быстрого супчика это нужно взять фасоль заблаговременно ее отварить и заморозить либо законсервировать у меня уже здесь замороженная черная фасоль отваренная готовая уже для супчика а чтобы был супчик вкусным знаете что нужно сделать нужно добавить мясо у меня это говядина говяжьи ребрышки и теперь мы мясо нарезали фасоль у нас уже отварена и мы нарежем лук луковицу нарежем так как вам нравится мне нравится на три части и вот вот так масло я наливаю совсем немножко чтобы покрыло дно миллилитров пятьдесят разогреваю кастрюльку нашу и когда разогреется мы будем потихонечку выкладывать мясо вот мясо пошло можно сразу немножко его посолить добавить часть специи сначала чтобы мясо приобрело аромат специи и потом мы еще будем добавлять специи и обжарим мясо с одной стороны мясо у нас с одной стороны обжарилась смотрите какое оно стало румяненькое не нужно допускать чтобы его пересушить теперь мы добавляем лук лук мы добавляем после мяса потому чтобы он не пускал сок и мясо хорошо поджарилась это первая причина вторая чтобы лук тоже не подгорел и почернел так как фасоль у нас и так черная обжариваем лучок до прозрачности и до легкой румяности а тем временем мы пока лучок обжаривается мы нарежем морковь морковь я разделила на четыре части буду нарезать вот такими кусочками лучок стал прозрачный морковочка пошла обжарим морковочку чтобы она тоже дала такой свой аромат жареной морковки супчик я готовлю по рецепту моей свекрови она по национальности болгарка они всегда добавляли в свои блюда паприку потому что паприка в каждом доме была собственного приготовления вот я добавляю порошок паприки и затем я добавлю хлопья копченой паприки и дадим немножечко обжарится в масле чтобы наша паприка дала свой красный цвет теперь добавляем томатную пасту и можно добавить свежий болгарский перец но так как у меня нет наличия я добавляю свою овощную рагу где присутствует болгарский перец консервацию консервацию для зимовки и теперь опять обжарим томат вот так хорошенько как вы видите я параллельно включила чайник с водичкой жду пока водичка закипит и добавлю кастрюльку чайничек готов и какое же болгарское блюдо без острого перчика смотрите остроту регулируйте по своему вкусу я взяла четвертинку перца отправляю кастрюльку и заливаю все это дело водой регулируйте воду потому какой густоты вы хотите супчик я вот делаю так чтобы покрыла мясо и дам покипеть минут десять а затем уже добавлю готовую фасоль пока наше блюдо готовится мы сейчас подготовим зелень нарежем петрушку и укроп меленько а также я три зубка чеснока почищу и измельчу я попробовала мясо уже почти готова я добавляю фасоль здесь у меня пол литровая баночка фасоли перемешиваем и дам еще минут пять десять покипеть попробовала и решила что немножечко добавить соли совсем чуть-чуть потому что я стала уже паспорт суп уже подсаливала он захотелось сало бачу затем добавляю чеснок и зелень мясо и фасоль у нас уже готовы и мы дадим перекипеть минутки две чесночку и зелени чтобы наш супчик в дальнейшем не забродил нужно дать перекипеть минутки две накрываем крышечкой я еще раз чуть не забыла я еще добавлю лавровый листик и какие вы предпочитаете специи у меня это итальянские травы к болгарскому супчику все накрываем и две минутки ждем две минутки пролетели выключаем плитку наступает торжественный момент и мы будем пробовать наш прекрасный супчик кстати друзья хочу сказать что вот видите какая фасолька что фасоль не обязательно черная я просто прочитала что черная фасоль очень полезная и поэтому я ее готовлю а можно белую цветную бобы любую фасоль можно для этого супчика да фасолька известно еще с древней Греции и Рима ммм как вкусно но потом постепенно ее забыли ввиду ее музыкальных свойств и того что ни одна скотина фасоль конечно же не ест ни одно животное почему то затем в 16 веке фасоль была завезена уже из Южной и Центральной Америки очень она была известна от стеков и популярна ну и в конце 16 века она попала в Россию широкое распространение получила в Турции поэтому на просторах Российской империи ее называли турецкими бобами также чем она известна в Российской империи что в период отрядов продразверстки которые изымали до зернинки зерно у крестьян фасоль была тем продуктом которые продотряды не изымали и ее величайшая заслуга фасоли в том что она очень много людей спасла от голодной гибели ну и сегодня она будет спасать нас от голодной гибели мы покушаем попробуем что Лариса Николаевна и говорить неохотно знаете можно кушать друзья не сказать что это изумительный деликатес но вкусно невероятно баловать себя раз в неделю две недели раз в месяц таким супчиком нужно обязательно просто сказка и хлеба не хочется сытное вкусное бюджетное доступное только приложить руки и желание и вы будете обеспечены вот таким вкуснейшим невероятно супчиком спасибо друзья за внимание подписывайтесь ставьте лайки и будем дружить всем добра до свидания до свидания друзья всего хорошего мира и добра всем пока нормально ну